Ситуация вокруг повреждения газопровода и коммуникационного кабеля между Эстонией и Финляндией, а также еще одного, между Швецией и Эстонией, движется вперед. И хотя все обстоятельства этих происшествий не прояснены, некоторые последствия уже очевидны. Понятно, что для того, чтобы с полной уверенностью заявить, что именно произошло, если это было умышленное действие указать на виновника, нужно собрать всевозможные улики. Поскольку Швеция, Финляндия и Эстония это цивилизованные страны, а не Хамас, который рассказывал дичь о том, кто и чем обстрелял больницу в секторе газа, а потом выяснилось, что сами же ее и обстреляли. Но в данном случае речь идет о подводных коммуникациях, и с одной стороны это усложняет работу следователей, а с другой, наоборот, делает ее более продуктивной. В самом деле, если повреждения произошли с коммуникациями, которые проложены по дну моря, то очевидны сложности с тем, чтобы попасть на место происшествия и собрать там все, что может относиться к инциденту. Но с другой стороны, в этом месте можно находиться только на морском судне, и что бы ни происходило с коммуникациями, так или иначе, все это связано с конкретными судами. С учетом этого обстоятельства, очевидно, что какая-то случайность могла произойти только с одним кабелем, например, ну или с трубой, но не с тремя этими коммуникациями, и примерно в одно и то же время. Тут не может быть никакой случайности, а налицо последовательность действий. Пока следствие не рассказывает о том, что именно было найдено на дне у мест повреждений, но то, что происходило на поверхности моря в то самое время, когда произошли повреждения, уже установлено. Тем не менее, финские и эстонские исследователи озвучили название судов, которые почти наверняка связаны с инцидентом. Так, уже сказано о том, что под подозрением находится экипажа китайского судна Нью-Нью Полар Биер и российского Севмор Пут, без пояснения подробностей того, почему именно они фигурируют в материалах расследования. Но ответ на этот вопрос дало информационное агентство Reuters, которое провело собственное журналистское расследование, и согласно открытым данным ресурсов, которые отображают навигационные данные по всем судам, которые имеют включенные транспондеры, журналисты выяснили, что именно эти два судна и никакие другие были во всех трех местах аварий в то время, когда эти инциденты произошли. Это все, что могли установить журналисты, а у следователей, скорее всего, имеются дополнительные данные, которые были получены как на месте аварии, так и те, что были представлены военными. Поэтому любые заявления, которые исходят от следствия, базируются на куда большем объеме данных, и складывается впечатление, что уже имеется общее представление того, кто и как повредил указанные коммуникации. Но для окончательного вывода еще недостаточно улик. Тем не менее, уже делаются заявления такого характера, что они указывают на наличие таких данных, и как следствие очерчивают набор мер, которые могут быть приняты по итогам всего расследования. Так от стран региона уже исходит предложение о том, что если это были умышленные действия, направленные на повреждение коммуникаций, то надо прямо сейчас готовиться к остановке судоходства в Финском заливе. Но это значит то, что речь идет о блокаде российских портов, которые расположены на побережье Ленинградской области. В самом деле, позволить болтаться судам, которые могут на полгода вывести из строя критически важный газопровод, было бы более чем опрометчиво. Ну и уже говорится о том, что в случае принятия решения об остановке судоходства, этот режим будут осуществлять корабли НАТО. В общем, ждем развития этого сюжета, который уже сейчас выглядит крайне интригующим. Ну а теперь поговорим подробнее о госпитале и той волне, которую искусственно разогнали военотворцы. След номер один. Пресса. Рога и уши, равно как и балалайки с матрешками, стали все сильнее проступать в ходе военного противостояния на Ближнем Востоке. Собственно говоря, мы это отмечали буквально в первые сутки конфликта. Но из Украины это лучше видно, потому что мы сравниваем с нашей войной, о которой знаем очень многое. Поэтому нам был хорошо виден почерк Москвы в действиях боевиков. Теперь к этому мнению приходят и те, кто начал педантично разбираться в тех данных, которые уже собраны по самым разным аспектам. Безусловно, самым громким и специально разогнанным самим Хамас и СМИ и их спонсоров, в первую очередь катарских, стал инцидент с обстрелом автомобильной стоянки возле одной из больниц Газы. На фоне того количества запущенных боевиками ракет по Израилю и авиационного ответа Израиля, это можно было бы не выделять в какую-то отдельную эпопею. Но тут в игру вмешались российские технологии. Собственно говоря, все то, что и как делали хамасовцы и работающие на них СМИ, повторили нашу эпопею со сбитым авиалайнером MH17. То есть виновник происшествия не сомневался в том, что это его рук дело, но стал играть на упреждение, обвиняя противника, просто перегружая поток своих новостей, фейковой информацией и в обязательном порядке килотоннами фотографий и видео жертв обстрела. Правда, в отличие от сбитого самолета, в котором ограничено количество пассажиров, тут можно было придумывать просто любое количество жертв и там не стали мелочиться, начав прям сразу с тысячи. При этом из всех каналов, по которым можно было транслировать видео, неслись сюжеты с невинно убитыми и, соответственно, проклятиями в сторону Израиля. Но все сразу сошло на нет, когда оказалось, что имеется достаточное количество хорошо геолоцированных съемок камер наблюдения, на которых видно, кто стрелял и чья ракета взорвалась на стоянке. Это стало настолько очевидно, что в отличие от самолета, не пришлось ждать результатов расследования и решения суда. Дело в том, что самые сочные кадры видео были сняты с камер, которые расположены в самом секторе газа и потому разворачивающаяся информационная волна нечистот, которую гнали арабские СМИ, тут же прекратилась. И все те люди, за которых они еще вчера так надрывно страдали и о которых они вещали круглые сутки, в один момент стали отработанным материалом, а интерес к теме полностью исчез. У нас нет ни малейшего сомнения в том, что Аль-Жазира и прочие средства пропаганды даже не попытаются провести какое-то свое расследование, чтобы установить, кто и почему из их бойцов так неудачно отстрелялся и сколько на самом деле погибло и пострадало людей. Ничего подобного не произошло. Как только стало понятно, что на Израиль это уже не повесишь, они тут же наплевали на больницу, тех окровавленных детей, с которыми носились на руках и все остальное. Это не тот компот, который варит пул их СМИ, а значит они действуют в рамках очень хорошо спланированной кампании набором подготовленных инструментов и тактик. Ровно то же самое показывает российская пропаганда. Ведь в том же деле со сбитым самолетом, даже после окончательного решения суда о том, что это российские военные сами сбили самолет, не было проведено даже имитации расследования, поскольку как минимум боевая установка ПВО была перемещена на чужую территорию, где и отстрелялась по пассажирскому самолету. Ну хорошо, сами военные ничего не расследовали, поскольку знали изначально, что там и к чему. Но ведь их пресса только что каталась в припадке и рассказывала всякие истории о том, что эта подлая Украина сбила самолет, а потом, как с больницей в Газе, все как отрезала. А это значит, что еще тогда обкатывались все те приемы, которые сейчас видны в Палестино-Израильской войне. В общем, настройка боевой пропаганды, прикрывающей действия террористической группировки Хамас, безусловно проводилась при помощи российских специалистов. Это видно по тому взаимодействию, которое установлено с группировками, действующими на месте, и прессой, которая разгоняет нужные нарративы со стороны. И, как мы видим, делает это активно и результативно. Масса тактических приемов именно оттуда, и обогащенные местной спецификой, работают они эффективнее израильской контрпропаганды. Но это не все. След номер два. Дроны. Очень многие специалисты, пристально изучающие детали этого вооруженного противостояния, отмечают очень важный момент. На самом начальном этапе вторжения Хамас активно и результативно использовал дроны для поражения военных целей. Причем использование дронов не новость. Но тут важно то, какие дроны и как использовались просто с первых шагов конфликта. Как несложно догадаться, речь идет о китайских квадрокоптерах производства компаний DJI и EUTEL. И это не потому, что их проще и дешевле всего достать. А потому, что за более чем полтора года войны в Украине именно эти дроны массово применяются в боевых действиях. И уже хорошо известны их сильные и слабые стороны. А потому отработаны все необходимые приемы применения именно этих аппаратов. Кроме того, это ведь коммерческие аппараты. И переоборудование их под камикадзе или бомбардировщики происходило эволюционно, с накоплением необходимого опыта. Если в первые месяцы войны дроны использовались как средство разведки, то со временем стали появляться разного рода приспособления, оборудование и, главное, новые способы применения этих дронов как ударных. Но те, кто хоть краями в этой теме, отлично помнят, сколько времени, сил и энергии было потрачено на то, чтобы эту коммерческую птичку превратить в оружие. И также знают, сколько было неудач и потраченных дронов на то, чтобы отработать оптимальные варианты оснащения и потом использования этих аппаратов. В данном же случае дроны уже были переделаны в ударные. Сразу. То есть Хамас не прошел этот путь самостоятельно, поскольку без боевого применения этих аппаратов самостоятельный процесс эволюции занял бы в разы больше времени. А с учетом того, что они получили готовый продукт практически синхронно с тем, что получилось у ВСУ и Лаптей, это говорит о многом. То есть именно дроновая составляющая была поставлена Хамасу исключительно россиянами, поскольку ни Китай, ни Иран не имеют подобного опыта. Но это мы говорим о том, чтобы обвесить дрон сбросом или сделать из него камикадзе. Но ведь именно техническая составляющая дроновой войны – это половина дела. Вторая половина – их применение в условиях работы ПВО и систем радиоэлектронной борьбы. И здесь речь идет не только о том, как правильно выбрать высоту, скорость или направление движения, но и саму цель, по которой можно результативно отработать такими средствами. Это значит, что и цели выбирали российские специалисты. А с учетом того, что дроноводу нет нужды находиться в первых рядах, то его можно и не увидеть на тех средствах видеофиксации, которые запечатлели само вторжение. Это значит, что сейчас никто наверняка не может сказать, кто управлял дроном, который подбил Меркаву. Или теми дронами, которые вывели из строя разведывательное оборудование на вышках. Или теми дронами, которые вывели из строя разведывательное оборудование на вышках и уничтожили приграничные средства связи. Палестинцы это были. Очевидно, что дальнейшее развитие событий представляет огромную опасность пленения россиян. И потому, скорее всего, они как-то оттуда эвакуируются. Ну или уже это сделали. А потому, если именно активность дронов, сбросов и камикадзе решительно уменьшится, то это значит, что лапти выехали. И именно они наносили удары дронами по израильским военным. Если это случится, то думаю, что ликвидационная команда, созданная Шабак, а, возможно, такая же в составе МОСАД, найдет этих специалистов, которые наверняка сейчас ушли в Сирию. Найдут и скажут им. Доброго вечера. Тобто шалом. МОСАД